Цель без плана – это всего лишь нереализованная мечта. И как же сделать так, чтобы ваши цели реализовывались? С вами Михаил Грудев, и мы поговорим об этом. Итак, с чего надо начать? А начать надо с самого себя. Вы должны понять, кто вы, какой вы, что для вас важно, что для вас является ценностями и что для вас является приоритетами. Что для вас важнее? Семья, работа, бизнес или отношения? Вы должны для себя определить, что же для вас самое важное в данный момент. Вы должны понять свои сильные и слабые стороны. То есть ответить на тот вопрос, кто я такой? То есть какой? Я, допустим, смелый, я добрый, я отзывчивый, или я трусливый, или я невнимательный. То есть любые качества мы должны как можно больше в себе вобрать и понять, ответить на вопрос, кто я такой. А чтобы это лучше понять, нужно оценить свои неудачи и, наоборот, достижения. То есть мы должны вспомнить то, на что мы действительно способны и на что не способны. Здесь очень важный момент – вы должны быть честными перед самим собой. Далеко не каждые люди могут быть честными перед самим собой, потому что им даже страшно признаться самим себе в каких-то недостатках. Поэтому никто вас за это не осудит. Вы сами с собой разговариваете, рассуждая о самом себе, кто я такой. Теперь следующий этап. Теперь мы должны четко определить свои цели. Мы должны представить, что это такое, понять, зачем вам это нужно, и уже как раз эту свою цель, можно сказать, визуализировать, для того, чтобы выработать к этой цели определенное намерение. Для того, чтобы легче представить свою цель, конечно, один из самых лучших способов, где это записывать. То есть записывая на листок бумаги, вы свой мелкий моторик и еще вдобавок подтверждаете свое намерение и свою визуализацию того, чего вы хотите. Вы четко высказываетесь, как бы проговариваете то, что вы путем написания, то, что вы для себя хотите. Следующий этап. Вы должны для себя честно понять, насколько реалистична ваша цель. Ну, то есть бывает, человек говорит, я хочу научиться драться за три дня. Ну, конечно, это нереалистично, нужно на это потратить долгое время, и поэтому вы должны четко-четко понимать, сколько сил и времени, возможностей вы должны затратить на реализацию своей цели. Ваша цель должна быть измеримая, потому что против языка цифр никуда не попрешь. То есть вы должны понимать, если вы хотите какую-то зарплату, вы должны представлять четкую сумму, какая вам нужна и для чего она нужна. Если вы, например, хотите, допустим, жениться, то вы должны понимать, какая женщина должна для вас быть. Вы должны четко-четко понимать, что именно вы хотите конкретно. Также вы должны понимать еще временные рамки. То есть хотя бы примерно понимать, когда у вас должно все случиться, когда ваша цель реализуется, мечта ваша сбудется. То есть ваша мечта должна переходить потихонечку в ваш план. А перед тем, как я вам расскажу, как разрабатывать планы, я сейчас вам расскажу одну историю родного человека, которого зовут Андрей. Он участник нашего проекта «Интеграция». Так вот он, благодаря правильному алгоритму мышления и действий, он реализовал свою мечту. Что он сделал? Он в своем родном городе добился того, что он сделал свой реабилитационный центр. И таким образом он помогает людям и счастлив в том, что он открыл свое детище и у него все получается. Итак, как же правильно выработать план для достижения своей цели? Этот план просто надо разбить на части. Это значит, что вы должны определить самые ключевые моменты, которые должны способствовать для достижения вашей цели. Что же такое ключевые моменты? Это этапы. То есть это те этапы, на которые вы должны распределить достижение вашей цели. Ну, например, устраиваетесь вы на работу. Вы должны четко понимать, что же на работе вы должны делать и как подготовиться к этой работе. Например, составить резюме, понять, что и как вы должны делать. Вы должны четко разобраться, сколько вы должны платить зарплату, какой отпуск, какой вообще распределок этого. Или, например, вы хотите выступать на соревнованиях, например, по боям бесправильно. Первое. Вы должны разбить все по этапам. Хотя бы более-менее разобраться, какой будет ваш противник. Когда будет бой, как к этому бою готовиться, что делать, как непосредственно готовиться и физически, и психологически, и уже быть на пике формы вот к этому дню соревнования. Очень важно, когда вы достигаете свою цель, очень важно, в какой среде вы находитесь. Если вы находитесь в среде таких людей, которые тебе говорят, да у тебя не получится, да ты лох, и они оценивают тебя сами по себе, то эта среда тебя не только не усиливает, она тебя делает слабее. Поэтому, конечно, лучше находиться среди тех людей, которые тебя поддерживают, которые мало того, что не только поддерживают, они тебе еще могут помочь. И как раз вот такая среда, это наш проект интеграция, где люди только помогают друг другу, где люди не боятся сказать о своих планах, где люди не боятся быть о своей правде, они могут рассказывать о себе, о своих достижениях. И другие люди их только поддерживают и помогают им развиваться дальше. Они предлагают свои какие-то возможности. И в такой среде, конечно, человек растет не по дням, а по часам. И он себя развивает и становится просто самодостаточным человеком. Когда вы понимаете, что же вам нужно делать, вы должны определить свои ресурсы. Что такое ресурсы? Ресурсы могут быть временные. Сколько вам времени хватит на то, чтобы подготовиться к чему-то. Они могут быть материальные. Сколько у вас для этого средств определенных и так далее. Сколько у вас физических ваших возможностей и так далее. Вы определили цель. Определили свои ресурсы для достижения этой цели. И теперь ответьте себе на вопрос. А стоит ли тратить свои ресурсы на эту цель? Действительно ли она вам так нужна и важна? Если ваш ответ утвердительно «Да», тогда немедля приступайте к реализации вашей цели. Очень важный момент. Сделайте это прямо сейчас. Если уж точно не сказали «Да», сделайте первый шаг прямо в эту секунду, прямо сейчас. Подойдите к двери, толкните ее рукой в направлении вашей цели. Хотя бы этот первый шаг для вас будет очень важным. Многие люди ставят себе цели, разрабатывают себе планы, но они потом быстро сливаются. Вы знаете, здесь нужна самодисциплина и определенная настойчивость. Вы, если уж сожгли за своей спиной все мосты, вам уже деваться некуда, остается двигаться только вперед. Главное, не бойтесь, будьте настойчивыми. И настойчивость вас обязательно приведет к вашей цели. Необходимо регулярно проверять, то есть мониторить, оценивать вашу цель ежедневно. Каждый раз вы должны себе отвечать на вопросы «А что же я сегодня сделал полезным для достижения моей цели?» Это будет вас как раз самодисциплинировать. Вы знаете, когда ты хвалишь какого-то человека и говоришь «Вот ты молодец!» Вот этот человек становится еще большим молодцом. Мне хочется удовлетворять ваши положительные потребности. Поэтому вы сами себя тоже можете хвалить и себе делать определенные такие подарки. Говорить «Я молодец! Я сегодня сделал вот это и вот это!» Это как раз вам дает возможность держать себя в качестве хорошего человека и делать себя все лучше и лучше. Друзья мои, не бойтесь ошибаться. Все ошибки, если вы будете их исправлять, они делают вас только сильнее и вы делаетесь опытнее. Главное – не наступать на грабли второй раз. То есть не повторяйте одних и тех же ошибок. Просто делайте, если делаете ошибку, анализируйте это, делайте себя опытнее, умнее и продолжайте двигаться дальше вперед к своей цели. Ищите всегда людей, возможно, их будет немного, но именно эти люди самые нужные, которые вас поддерживают, которые радуются за ваши успехи вместе с вами, которые помогают вам. Как раз подобные люди находятся в нашем проекте «Интеграция». Заходите в наш проект, развивайтесь вместе с нами. В проекте «Интеграция» только умные люди, глупым там делать нечего. И нам хватает ума друг друга поддержать, друг друга выслушать, друг другу помочь. И самое главное, мы вместе радуемся нашим достижениям. Приглашаю вас в наш проект. Переходите по ссылочке в описании к этому видео и записывайтесь в наш проект. «Интеграция» вам всем, мы будем рады. Нас уже много, и благодаря вам нас будет еще больше. Давайте делать себя счастливыми людьми. А я лично желаю вам, чтобы ваши успехи вас никогда не оставляли, чтобы вы всегда были счастливы, чтобы у вас все получалось так, как вам это хочется. С вами Михаил Куроков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова